После всех необходимых процедур призывники заходят в зал культурного центра Чистай. Здесь их ждут семьи и самые близкие. Это очередная отправка мобилизованных чистопольцев. Их провожают торжественно. Я благодарен всем чистопольцам, которые не прячутся, пошли защищать нашу родину. Первые ребята, которые мы призвали, я заезжал к ним буквально в пятницу. У них очень хороший боевой настрой. Они прошли боевое слаживание и буквально на днях они уедут в зону боевых действий. Что хочу пожелать, чтобы всем ребятам, кто призвался, я думаю, таким же составом вернулись домой. А матерям и нам всем молитвы о них. Скорейшем возвращении. Дай бог им здоровья, упорства во всем. И скорейшего возвращения. Дай бог с победой. Среди провожающих друзья, коллеги по работе, руководители предприятий, чьи сотрудники отправляются в зону специальной военной операции. Все пришли для того, чтобы поддержать ребят, их жен и матерей. Потому что это очень серьезно. Как говорили наши отцы, война это самое поганое, самое тяжелое. И поэтому, конечно, мы должны поддержать, они должны чувствовать поддержку с нашей стороны. И мы, конечно, будем помогать и семьям, и обязательно. Все будут под присмотром их семьи, чтобы они спокойно воевали, достойно. И главное, чтобы вернулись живыми. Чтобы на 9 мая прошли с поднятой головой, и мы их будем уважать, любить всегда. Они герои. Они должны чувствовать, что их дома ждут, что их поддерживают, любят. И надеяться, что они все вернутся живыми и здоровыми. После торжества призывников ждет автобус. Среди мобилизованных – Александр Пестов. Он служил в пограничных войсках. Вместе с семьей сегодня его провожает Содружество пограничников. Эта организация в Чистополе занимается патриотической работой и объединяет всех сослуживцев. Я еще 30-го должен был уехать. Ну, отменили. Вот сейчас призвали, поехали опять. Что взяли с собой? Ну, вещи там. Все необходимое. Настрой какой? Настрой. Должен быть нормальный. После специальной подготовки в Казани все призывники будут отправлены в зону специальной военной операции в подразделения территориальной обороны. Это войска второго эшелона, на которые возложены задачи по охране и обороне важных государственных объектов. Призывники регистрируются в отдельном зале культурного центра. Здесь их встречают сотрудники военкомата и администрации. Вручают им рюкзаки с медикаментами, термобельем и другими вещами, необходимыми на первое время. Перед выходом к провожающим со всеми мобилизованными проводится инструктаж. Время пришло. Родину защищать, как говорится. Ситуация непростая в стране. Поэтому, кто еще не мы, как говорится. Настрой какой? Настрой боевой. Альберту Зеединову 41 год. Он лейтенант инженерно-технического состава. Звание получил после окончания института и прохождения военной кафедры. Повестку получил в субботу. И сегодня он уже в составе мобилизованных. Надеюсь ослужить, вернуться домой, живым, здоровым. Пользуясь случаем, передаю привет семье, родителям, жене, детям. Надеюсь, все будет хорошо. Мы гордимся вами. Вы уже наши герои. Берегите себя. Мы вас ждем дома. На митинге со словами поддержки к призывникам обращаются руководство муниципального района, военный комиссар, духовенство. Для поднятия духа звучат патриотические песни. После митинга всех призывников у культурного центра ждет автобус. Настрой боевой, хороший. Будем служить. Приедем здоровыми, живыми, невредимыми. Ждите меня с победой. Че смогу, все я сделаю. Кто сегодня провожает вас? Меня сегодня провожает жена, дети мои, сын, дочь, теща, теща, мама любимая, родная. И с работы, с покорев петар. Это уже четвертая отправка мобилизованных из Чистопольского района. В этот раз уехали в сборный пункт Казани более 40 призывников. Ну, я считаю, это второй долг родине отдать. Если не мы там, то они будут здесь. Не переживайте, будет все хорошо. Теплые вещи, медикаменты и продукты упаковывают в коробки ветераны. Они примкнули к республиканскому движению, помощь рядом и буквально за два дня собрали первые посылки. Внести свой вклад, поддержать ребят, участвующих в специальной военной операции – дело чести, говорят они. Все члены Совета ветеранов военной труда приняли участие. При этом хочется сказать, что на сегодняшний день в Чистопольском муниципальном районе 74 первичных ветеранских организаций. И по призыву они тоже приняли сегодня участие. В составе первичной организации органов власти и управления более 70 ветеранов. Это бывшие работники горкома, партия, исполкомов и других подразделений. Они одни из первых принесли сюда все самое необходимое. Эта акция будет продолжаться, потому что это не сиюминутное дело. Это дело нашей чести, это дело нашей совести, нашей души. Поэтому, я думаю, все 100% наших ветеранов примут участие в этом в той или иной мере. Примите скромные дары от пожилого поколения. Мы с вами рядом, мы в строю, плечом к плечу, без поражения. Тамара Аблеева читает стихи собственного сочинения. На патриотическую тематику у нее их немало, но это особенное. В качестве послания оно будет отправлено бойцам в одно из посылок для моральной поддержки и поднятия боевого духа. Все упакованные коробки дали отправиться в детскую библиотеку. Именно здесь находится один из пунктов сбора гуманитарной шефской помощи. Отсюда груз поедет уже по назначению. Каждый участник данной акции испытал личное удовлетворение, потому что поддержать наших воинов – это благое дело. Наши ветераны будут работать с своими внуками и правонуками, с тем, чтобы они писали письма, делали рисунки. Потому что по опыту Великой Отечественной войны мы знаем, как вот такая поддержка со стороны даже незнакомых людей, как она согревает и как она мобилизует. Мы будем работать. С самого утра мобилизованные чистопольцы прощаются со своими родными. Сегодня их уезжает более 80. Среди призывников – Альберт Гениатов. Месяц назад был мобилизованный его брат, а сегодня провожают уже его самого. Как подготовились, что с собой взяли? Самое необходимое. Самое первое необходимое по списку, который список дали, вручили. Кто вас сегодня провожает? Коллеги по работе, родственники все. Настрая отличный. Я сегодня провожаю второго своего сотрудника, Альберта. То есть очень горжусь, что мои работники мужественно приняли повестку. Мы, сказали, готовы. Кто-то должен быть там. Спасибо своим сотрудникам. Провожаю также двух своих родственников сегодня. Давайте, ребята, как говорится, здоровыми. Приезжайте домой, мы вас ждем. После регистрации и получения рюкзаков с теплыми вещами и медикаментами с призывниками проводится инструктаж. Здесь им объясняют все организационные моменты. Известно, что всем предстоит служить в войсках территориальной обороны в составе второго эшелона, в задачи которого входит охрана государственных объектов. Вообще, я давно уже ждал, если честно. Вчера вот сообщили, собрался, с семьей попрощались, с родственниками всех. Ну, еще, как говорится, здесь все нормально, все восприняли как должно. Поддержка есть, тыл есть. Победа будет за нами, значит. Роман Чернышев – пограничник. В звании рядового служил в начале 2000-х на чечено-грузинской границе. Есть опыт боевых действий. Сегодня вместе со всеми чистопольцами отправляется в Казань на сборный пункт. Ребятам хотелось бы пожелать, чтобы не падали духом. Все мы идем, все мы вместе, друг за другом держаться. Всегда поддержим. Поздно все было. Нас защищают родители, детей, сыновей. Я сына провожаю. Ему 27 лет. Мы вас очень сильно уважаем. Спасибо вам огромное, что вы не бегали, не прятались, что действительно идете на защиту нашей Родины. Еще раз вам удачи, ребята. Торжественный митинг проходит на улице, возле культурного центра. Здесь призывников уже ожидают три автобуса. Вместе с родственниками, друзьями и коллегами ребят провожают руководство муниципального района и духовенство. Это уже пятая отправка мобилизованных чистопольцев. Это особенный праздник. Многодетная семья. Да, это внимание нашей семье. Мы очень рады. Спасибо за приглашение. Пускай чаще так проводят такие мероприятия. Супруги Шейхудинова женаты уже 14 лет. Руслан работает в правоохранительных органах Альбина в детском саду. Воспитывают сыновей Салавату и Рустема. И в связи с рождением третьего мальчика всей семьей приглашены во дворец бракосочетания. Здесь для них проходит церемония имя-наречения. Имя долго выбирали. Очень долго выбирали. До последнего момента. Разные версии были. И вот после родов только уже решили, посмотрели на него и решили, что назовем Тимирлан. В торжественной обстановке семье вручают свидетельство о рождении ребенка. Эта церемония проходит с участием руководства муниципального района и многочисленных гостей. Среди них работники ЗАГСов. Участники зонального этапа республиканского конкурса – лучшие ведущие торжественной церемонии. Они съехали сюда из семи районов республики. Ведущая церемония имя-наречения – участница конкурса. Это профессиональный конкурс. Безусловно, это профессиональный конкурс, который направлен на стимулирование, повышение компетенции, профессиональных навыков, муниципальных служащих органов записи актов гражданского состояния Республики Татарстан. Ведущие соревнуются между собой в трех номинациях. Они демонстрируют свое мастерство в проведении церемоний, бракосочетания, имя-наречения и чествования юбиляров семейной жизни. Все победители зонального этапа примут участие в финале, который состоится в конце ноября. Позволяет оценить наши возможности, понять, чего мы научились, что мы умеем делать отлично, к чему мы еще должны стремиться и каких высот мы должны достичь. Помочь подростку выбраться из трудной жизненной ситуации, стать для него наставником на ближайшие годы задачи общественных воспитателей. Среди них люди разных профессий. Это и педагоги, и сотрудники полиции, и все те, кто готов безвозмездно оказать детям помощь. Именно такие специалисты сегодня собрались на зональном этапе республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних». Это же бесплатная работа. Люди тратят свое время свободное на чужих им детей. И делают так, чтобы… Это же, как правило, трудные подростки, или не из благополучных семей, или семей неполных. И обычно даже мужчины, когда берут себе на воспитание такого ребенка, этот ребенок становится совсем другим. Елена Валеева – общественный воспитатель. Она работает в уголовно-исполнительной инспекции. Ее подопечный был поставлен на учет еще весной. Именно она стала для него наставником. Он поступил в техникум и сейчас радует своими успехами. До сих пор они поддерживают дружескую связь. О таком своем опыте она рассказывает на конкурсе. Общественный воспитатель – это такая работа, как будто ее никто не видит. То есть ты берешь подростка, с ним работаешь. Единственное у тебя за это благодарность – моего подростка. Но эту работу надо показывать, надо, чтобы потом другие люди тоже приходили, чтобы другие люди тоже старались. Как правило, эти дети не уходят в плохую сторону, они не уходят в криминал. Эти дети получают образование. Потом самое главное, что они со своими вот этими наставниками, воспитателями поддерживают и дальнейшую связь. И что же хорошо у нас были случаи, когда сам такой ребенок ставал потом воспитателем. То есть вот это тоже очень большой плюс. Все участники выступают с докладами, рассказывают о себе, другим общественным воспитателям, отвечают на вопросы жюри. У каждого богатый архив фото- и видеоматериалов. Жюри оценивают профессионализм, находчивость, творческий подход, организаторские способности и, конечно же, знания законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Конкурс проводится уже десятый раз в целях повышения авторитета общественных воспитателей. Изабога! Субтитры подогнал «Симон»